Маленькое скверное слово. Если кому-то говорят не сквернословьте, пожалуйста, значит этот кто-то произнёс слово, которое нельзя произносить. Есть в мире такие слова, которые нельзя произносить. Они называются скверные. Правда, вряд ли нам ответят на вопрос, почему их нельзя произносить. А раз так не будем спрашивать. Не очень-то и хочется. Между прочим, тут самое странное вот что. Все знают, скверные слова нельзя произносить, а нет-нет возьмут да и произнесут. Как-то так получается. Многие даже говорят, будто само собой получается. Дескать, живёшь себе и совсем не хочешь произнести скверное слово, а хочешь произносить только хорошие и прекрасные слова и даже произносишь их всё время. Но вдруг, на тебе, само собой произносится скверное слово. Прям хоть плачь. Так, во всяком случае, было рассказано одному маленькому скверному слову. Так оно это и запомнило. А когда запомнило, то сразу же дало себе обещание, никогда и ни за что не произноситься. Кстати, маленькое скверное слово не знало, что оно означает. Пыталась выяснить, да всё только опускали глаза и говорили, мы тебе это когда-нибудь потом объясним. А потом всегда забывали. Время от времени, слыша, как произносятся другие слова, маленькое скверное слово задумывалось. А интересно всё-таки, как оно бывает произноситься? Вот повезло же некоторым словам. Особенно да и нет. Подумать только. Тоже ведь совсем коротенькие, они скверные. Они на каждом шагу произносятся. Без конца только их и слышишь. Иногда даже дважды подряд. Да-да. Или нет-нет. А то и трижды. Нет-нет и ещё раз нет. Это обычно очень громко говорят. А меня и один раз произнести нельзя. Даже и тихо нельзя. Язык отсохнет. Как это язык отсохнет, маленькое скверное слово, конечно, тоже не знала. Просто когда-то услышала, что одна мама сказала одному сыну, который почти уже начал произносить маленькое скверное слово, «Смотри, язык отсохнет». И один сын сразу же прекратил произносить маленькое скверное слово. И хоть рот уже было открыл, всё равно не произнёс. Само же маленькое скверное слово и подавно не произнеслось. Оно ведь себе обещание дало, и обещание это держало. Тем более, что неприятно, наверное, увидеть, как язык у кого-то отсыхает. «Тебя что же никогда-никогда-никогда не произносят?» С ужасом спрашивали маленькое скверное слово другие слова. Маленькому скверному слову было стыдно сказать, что «да, мол, никогда-никогда-никогда». И оно начинало придумывать всякие неправдоподобные истории. «Нет, ну почему же?» — например, отвечало оно. «Говорят, какой-то человек даже специально ушёл в пустыню, где никто не мог его видеть и слышать, с одной-единственной целью, чтобы меня произнести». «И что?» — затаив дыхание, спрашивали другие слова. «Произнёс?» «Неизвестно», — вздыхало маленькое скверное слово, потому что из пустыни он не вернулся. «А что же с ним там случилось?» — допытывались другие слова. «Да язык отсох». Как бы равнодушно отзывалось маленькое скверное слово. «Кошмар какой!» — в один голос восклицали другие слова и смотрели на маленькое скверное слово осуждающее. Тогда ему самому становилось стыдно за свою только что придуманную историю. В общем, ужасная была жизнь у маленького скверного слова. Тут и говорить нечего. Время шло, а лучше не становилось. Даже наоборот становилось хуже, потому что культура речи всё повышалась и повышалась. И повысилась настолько, что маленькое скверное слово подумало, если оно будет и дальше так повышаться, меня вообще скоро забудут, потому что слово, которое не произносится, забывается. И маленькое скверное слово с горя решило отправиться в дальние края, на восток. Для этого оно собрало рюкзачок и завело себе ботинки покрепче, потому что идти решило пешком. Денег на билет далёкие края у него всё равно не было. А на следующее утро вышло из дома с твёрдым намерением потеряться в дальних краях навсегда. Бесследно. Маленькое скверное слово шло и шло, не оборачиваясь назад и ни с кем не знакомясь по дороге. «Стыдно ведь представляться новым знакомым? Я, мол, такое маленькое скверное слово, которое нельзя произносить, а то язык отсохнет. Все от тебя просто в разные стороны шарахаться начнут». Неизвестно, какой длинный путь проделала маленькое скверное слово, но однажды оно заметило, что совсем перестало понимать речь окружающих. «Как это удивительно», — подумала маленькое скверное слово. «Раньше я всё понимала, а теперь совсем ничего не понимаю». Но не успела оно так подумать, как почувствовала, что произносят его. Причём произносят громко и отчётливо при всём честном народе на главной площади какого-то большого города. Маленькое скверное слово тут же зажмурилось. Оно совсем не хотело видеть, как у кого-то, кто его произнёс, отсыхает язык. Зрелище не из приятных. Но поскольку вокруг было тихо, глаза пришлось таки открыть. Всё оставалось как прежде, и язык явно ни у кого не отсох. Маленькое скверное слово осторожно огляделось и увидело, что стоит в толпе, в последних рядах, и все, кто был рядом с ним, приподнимаются на цыпочки, сились разглядеть происходящее у большого здания, где горит высокий огонь. А там некто, одетый во всё золотое, всё громче и отчётливее стал повторять его. Маленькое скверное слово. Оказалось, что в местном языке оно вовсе не считалось скверным, даже наоборот. Оно было одним из имён Бога и произносилось только в особо торжественных случаях. «Ну и странно всё в этом мире», — сказала себе маленькое скверное слово и улыбнулась. «Конечно».